всем добрый день сегодня в видео мы с вами свяжем интересный узор который можно использовать для отделки разных вязаных изделий можно его также использовать как основной узор вот если выполнять отделку можно одного раппорта достаточно узора вот он выглядит можно использовать два раппорта также можно вязать полностью изделия таким узором но будет плотный узор односторонний мне нравится здесь вот по низу как он ложится идет на основе лицевой глади так выглядит изнаночная сторона вяжется очень легко раппорт составляет 5 петель и 14 рядов вяжется очень легко мы набираем на спице количество петель кратное 5 и начинаем наше вязание начинаем вязание первый ряд кромочную петлю снимаем 3 петли мы снимаем с левой спицы на правую рабочая нить перед работой и провязываем 2 лицевые петли повторяем 3 петли снимаем рабочую нить перед работой 2 лицевые петли и еще один раз 3 петли снимаем 2 лицевые петли кромочная изнаночная 2 ряд провязываем 1 изнаночная петля 3 петли снимаем рабочая нить за работой 1 изнаночная петля повторяем 1 изнаночная 3 петли снимаем рабочая нить за работой 1 изнаночная и еще раз изнаночная 3 петли снимаем изнаночная кромочная изнаночная третий ряд кромочная петля провязываем 2 лицевые петли снимаем 3 петли рабочая нить перед работой и повторяем 2 лицевые петли и 3 петли снимаем рабочая нить перед работой еще раз 3 лицевые и 3 петли снимаем кромочная изнаночная четвертый ряд 2 петли снимаем рабочая нить за снятыми спицами провязываем 2 изнаночные и еще одно снимаем рабочая нить за работой еще 2 снимаем 2 изнаночные одно снимаем повторяем 2 петли снимаем 2 изнаночные одну петлю снимаем кромочная изнаночная 5 ряд 2 петли снимаем рабочая нить перед работой 2 лицевые одну петлю снимаем рабочая нить перед работой повторяем раппорт 2 петли снимаем 2 петли снимаем 2 петли снимаем 2 петли снимаем кромочная изнаночная 6 ряд 2 изнаночные петли 3 петли снимаем рабочая нить за работой повторяем 2 изнаночные петли 3 снимаем рабочая нить за работой и кромочная изнаночная 7 ряд вяжем аналогично пятому ряду 2 петли снимаем рабочая нить перед работой провязываем 2 лицевые и 1 снимаем 2 петли снимаем 2 петли снимаем 2 петли снимаем 2 лицевые 1 снимаем и изнаночная 8 ряд вяжем как 4 2 петли снимаем рабочая нить за работой 2 изнаночные и еще одну снимаем рабочая нить за работой повторяем 2 снимаем 2 изнаночные 1 снимаем кромочные изнаночные 9 ряд вяжем аналогично 3 9 ряд аналогично 3 2 петли провязываем лицевыми и 3 петли снимаем рабочие нить перед работой повторяем 2 лицевые 3 петли снимаем рабочие нить работой еще раз 2 лицевые 3 снимаем кромочные изнаночные 10 ряд вяжем аналогично втором 1 изнаночная петля 3 петля 3 петли снимаем рабочая нить за работой 1 изнаночная повторяем изнаночные 3 петли снимаем изнаночные изнаночные еще раз изнаночные 3 петли снимаем изнаночные кромочные изнаночные 11 ряд вяжем аналогично первому кромочная петля 3 петли снимаем рабочая нить перед работой провязываем 2 лицевые петли повторяем 3 снимаем и 2 лицевые петли 3 снимаем 2 лицевые петли 12 ряд провязываем весь ряд изнаночные петли до конца ряда далее 13 ряд весь ряд провязываем лицевыми петлями 14 ряд завершающий весь ряд провязываем изнаночными петлями вот и для повторения нашего раппорта высоту начинаем наше вязание с первого ряда повторяем до конца ряда изнаночные довязали вот мы с вами связали образец здесь три раппорта ширину и один высоту если вам нравится данный узор ставьте пожалуйста лайк подписывайтесь на мой канал делитесь видео с друзьями вот отделка он выглядит очень замечательно я благодарю вас за просмотр смотрите больше моих видео и до скорой встречи